Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Цветлой Бульбар. Для вашей безопасности держитесь за курочкой. Доброе утро. Сегодня понедельник. И до сдачи диплома осталась неделя. Собственно, я с вами в таком вот наклоне, потому что я сейчас на Цветном Бульваре. Погода прекрасная. На улице тепло. У меня, правда, жутко слезятся глаза, видимо, из-за какой-то полуаллергии. У меня написано 35 страниц. Мне нужно хотя бы 90 иметь желательно к субботе или к пятнице, чтобы отправить наушнику. Возможно, я этого не успею сделать, но сделать это надо бы, чтобы он хотя бы посмотрел, о чем я пишу. И, к счастью, когда это все закончится, и когда закончатся ближайшие 3 или 4 недели, я буду просто свободна. Я закончу учебу, и мне, наконец-то, не нужно будет думать постоянно о том, как закрыть какой-то дедлайн. Как сдать эссе, как сдать диплом, курсовую, экзамены. Вы не представляете, как я этого жду, при всей моей любви к университету. Я действительно этого очень-очень жду. К сожалению или к счастью, я не могу просто сейчас пойти, сесть и начать это все делать и писать, потому что мне сегодня нужно на работу. Но я себе взяла специально ноутбук, чтобы после работы написать хотя бы сколько-то, написать хотя бы 10 страничек, ну как хотя бы, 10 страничек, это будет, наверное, программа-максимум. Я бы очень хотела за ближайшие пару дней это все дело добить, потому что писать у меня действительно есть о чем. Я, по крайней мере, понимаю, что я хочу там написать, как обычно. Я все понимаю, но все делаю в последний момент. Вот. И сегодня я подумала, что после работы останусь в центре, посидеть где-нибудь, просто где-нибудь сесть, потому что дома я работать вообще не могу. Дома я вообще ничего в последнее время делать не могу. О, боже, как засвечено. Меня, конечно, удивляет, если не сказать поражает, это перемена погоды весенняя, потому что утром было солнце, вы сами как бы видели, а сейчас дождь накрапывает. Я просто иду и понимаю, что если я сейчас куда-то не зайду, не спрячусь, я буду вся мокрая, как это было уже не раз за эту весну, потому что я принципиально отрицаю зонтики, так как их элементарно некуда потом складывать. И предпочитаю ходить подожди. Ну, богато же, не запретить Бентли. Строение, конечно, тоже иметь Бентли. Не уверена, что это в обозримой перспективе в России когда-нибудь произойдет в моем случае. Но меня же никто не запретит хотеть этого, правда? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот вроде бы светло на улице, кажется, что самый рассвет дня, учитывая, что я здесь и на работе, сейчас уже все это ощущается стрессово. В любом случае мне надо еще идти домой и дальше, наверное, писать, потому что опции элементарно другой нет. Под таким дождем, на самом деле, даже не мерзко идти, потому что сегодня очень тепло. Он так немножко моросит. Волосы, правда, все сейчас будут непонятно в каком состоянии, но мне это не важно. Я домой еду, меня, в принципе, это не волнует. Я вот так вот иду, ощущение, что сейчас лето, беззаботное время. Но, к сожалению, это не так. Но я пытаюсь, знаете, любыми моментами наслаждаться, даже самыми мелкими, потому что это последнее, на чем держится моя психика. КОНЕЦ Собственно, немножко промокла я, пока я шла домой. Пришла. И очень хочется прилечь. И очень хочется немножко так вот передохнуть. Но, скорее всего, сделать я это смогу где-то в середине июня. Или ближе к концу июня. Честно говоря, я не знаю. У меня май, это будет просто какой-то лютый ад. У меня будет предзащита, защита практики. Экзамен раз, экзамен два, три, четыре, пять. Какие-то одни экзамены. Нужно будет дописать диплом. Но, скорее всего, я постараюсь это по максимуму сделать сейчас, чтобы на предзащиту... Я не понимаю. Я даже не понимаю предзащита и защита практики в один день. Или это разные мероприятия, честно. Настолько потерянной в академическом процессе я себя не чувствовала очень давно. Курса с третьего. Вот когда я потратила все дедлайны по сдаче курсовой и получила пересдачу по курсовой. Вот это был просто пик. Сейчас я ощущаю себя примерно так же. Но, по крайней мере, я в процессе, честно говоря, я не знаю, как я это буду все делать. Но это и не важно. Важен результат. У самурая здесь есть цель, а не путь. Здесь путь не важен. Самураю нужно выпуститься из университета. Наконец-то. Собственно, вот. Сейчас буду садиться читать. Прежде чем пойти дальше, копаться в этом объеме материала и пытаться как-то слепить его в единую картину мира, я хочу вам рассказать про акцию от «Читай города», которая проходит прямо сейчас, с 25 по 26 апреля. Поэтому внимательно, сейчас внимательно, всего лишь два денечка. И эта акция называется «С книгой по пути». Собственно, в чем она заключается? По промокоду «Больше книг» вы получаете 20% скидку на широкий спектр товаров в интернет-магазине «Читай города». Это и книги, и канцелярские товары. Очень много всяких приятных штук. 20%, извините меня, это 1,5. Это очень классно. Помимо всего прочего, мы с «Читай городом» подготовили для вас мой собственный именно промокод «Планетрина», который дает вам 15% скидку на любой заказ в интернет-магазине, на любую позицию, кроме книг и других материалов по предзаказу. И, что очень важно, нужно успеть воспользоваться моим промокодом, потому что он действует с 25 апреля по 2 мая. Собственно, как раз к майским вы успеете себе что-то классное заказать, немножко, может быть, почитать, либо просто сделать себе вот такой небольшой подарок на долгожданные выходные. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь с акцией «С книгой по пути», используйте промокод из этой акции, который длится буквально-буквально, и используйте мой личный промокод до 2 мая. А теперь давайте с вами дальше писать диплом. и дальше как-то... А что? Никак. Всё. Я не хочу. Я просто не хочу. Можно, пожалуйста, не надо? Пожалуйста, я не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Я что-то начинаю громить, что-то начинаю раскидывать. Впрочем, ничего удивительного. Я думала, почему у меня рюкзак немножко тяжелее, чем обычно. Я искренне не понимала, что не так. Вроде бы я сегодня ничего такого не брала, ноутбук, зарядка. Ну, то есть, всё как обычно. А потом я вспомнила, что я не выложила вот этот прекрасный том в России в глобальной политике, который мне достался абсолютно таким вот чудесным, случайным образом. За ним было бы сложно охотиться, потому что его нужно выписывать из редакции только напрямую. Ну, в общем, так получилось, что он у меня теперь есть. Называется «Запад 404». Там есть очень интересные некоторые статьи. Но больше всего меня удивил набор авторов, потому что там есть, допустим... Допустим, есть Дмитрий Тренин, которого я, если честно, не ожидала увидеть. Есть ещё Рейн Мюллерсон, которого я тоже не ожидала здесь увидеть. Не знаю, почему. Вот. И в целом, действительно, занимательный выпуск. Толстый. Я не знаю, сколько я его буду читать, но некоторые статьи я прочитала онлайн. Это просто так артефактик, скажем так, чтобы просто было. Вы знаете, как я люблю всё вот физическое. Мне очень нужно, чтобы это было у меня вот в таком вот виде. Ни в коем случае не в электронной версии. Диплом. Диплом и ещё раз диплом. Для тех, кто давно меня не видел или не помнит, о чём я пишу, или вообще, в принципе, меня не особо знает. Это я пытаюсь наколдовать хороший свет, потому что мне лень выставлять нормальное освещение, как вы поняли. Собственно, мой диплом традиционно ничего не меняется, посвящён ООН, но в этот раз намного шире. Реформе всей организации с 2000 по 2000. Но на самом деле, как бы, корректнее было бы взять 2021, но я взяла бы 2022 по одной просто причине. Когда я заполняла документы, я... Документы я заполняла после февраля. Сечёте, да? Я понимала, что есть о чём писать, поскольку тогда очень много был разгонов про то, что Россию надо лишить членства в ООН, потом испачили и так далее. Соответственно, тут есть о чём писать. Здесь история, как бы, происходит прямо вот-вот на руках буквально. Собственно, я поняла, что есть смысл писать и про 2022 год, поскольку диплом я пишу в последний момент. И этот материал, он вот прямо вот здесь на поверхности лежит. Я понимаю, что по нему мало анализа как такового, да? Его сейчас только начинают анализировать и оценивать. Но ресурсов и источников полным-полно. Очень много заявлений, очень много прецедентов, очень много мыслей, очень много мнений. И это очень круто, потому что это то, на чём, в принципе, строится. Моя работа сейчас над главой, которая посвящена потенциалу реформы, позиции постоянных членов. В общем, в принципе, всё то же самое. Первая глава — это полностью такая историографическая справка и системная справка. Я там просто оцениваю как-то развитие организации за всё время существования, её как дипломатический форум, и её в разных миропорядках. Вот её сейчас, эту главу, я буду тоже качественно править, потому что после февраля, смекаете, да, происходит абсолютно нечто новое. Соответственно, все разгоны про предыдущий миропорядок, который мы пытались строить, они абсолютно невалидны и нерелевантны. Нужно попытаться будет, опираясь на своевременную нынешнюю аналитику, как-то добавить блок про ситуацию пост-24 февраля. Мои соболезнования людям, которые пишут, например, дипломы по постсоветским конфликтам или которые пишут дипломы по российско-украинским отношениям, просто, ребята, я надеюсь, что у вас в ведомостях стоял 21-й год, просто надеюсь, что вы отскочите, иначе я не знаю, как это всё пережить. Вот. Вторая глава у меня про дискуссии о реформах, конкретные предложения и сферы, в которых часто слышна критика организации. И, по-моему, третья глава у меня про позиции постоянных членов, про ООН и актуальную повестку, соответственно, я здесь буду всё разбирать, то, что было после 24 февраля, вы понимаете, и в этом же контексте, и как ООН с этим в том числе справляется, вот это мы будем с вами перемалывать. И последний параграф у меня про реальность реформы и что вообще делать. Разрушать, выкидывать, ломать, гнать в шею, что с этим делать. Вот. Я думала сделать оценку эффективности, но я прекрасно понимаю, что на моей программе это не очень актуально, потому что инструментарий методологический и терминологический немножко не соответствуют с кафедрой, на которой я пишу, ну и, соответственно, в том числе с направлением, которым я занимаюсь. Это больше анализ глобальный, это больше другая программа, глобальный анализ, мировая политика и глобальный анализ. В общем, это больше к ним и к другой кафедре, кафедре преклонного анализа, памп, которая называется. У меня все-таки дипломатия, у меня более такое вот пространное, описательное творчество, поэтому решила себе яму не копать, не добавлять лишнего и писать в стиле направления, на котором я учусь. И не выпендриваться и лишнего не делать, за что может еще прилететь, за некачественность работы или за, там, может быть, сырой какой-то неактуальный инструментарий, и так далее. Возможно, вы скажете, это метод наименьшего сопротивления, и зачем ты тогда пошла в магистратуру и так далее. Слушайте, удивительно, что после 24 февраля мне вообще не хочется бросить эту тему и больше ей не заниматься, как и многим другим людям, которые пишут по вещам либо схожим с моей темой, либо просто по темам, каким-то образом связанным с российско-американскими отношениями, Россия-НАТО, Россия-Украина, Россия-постсоветское пространство, Россия-постсоветские конфликты и так далее. Потому что это сейчас в обществе невероятное невозможно. Так что вот, я буду садиться немного писать, наверное, сильно я не смогу разогнаться, у меня уже никаких сил нет, потому что сейчас 9 вечера. Ну, что делать? Делать-то нечего, надо делать. Все. В этой ситуации у сумурая есть цель написать диплом. Пути нет. Путь мы забываем, как страшный сон. Пишем и выкарабкиваемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, пришла небольшой перерыв сделать, я понимаю, что, наверное, в следующий раз все-таки стоит поставить нормальный свет, чтобы при монтаже я не психовала, но это будет в следующий раз. В общем, история такая. У меня 4-го числа предзащита, точнее, защита практики, возможно, предзащита диплома. Опять же, я не понимаю, что происходит. В любом случае, будем писать диплом, ну, хотя бы к первому числу, чтобы просто отправить наушнику и сказать, Александр Арсеньевич, я это сделала, забирайте, пожалуйста, не бейте сильно, не наказывайте. И, в общем, для того, чтобы прийти на предзащиту, на защиту практики, нужно разобраться со своей зачетной книжкой, которая, как вы понимаете, в условиях ковида и нестабильной эпидемиологической ситуации. Так, что я говорила. В общем, да, мои годы магистратуры прошли в нестабильной эпидемиологической ситуации, соответственно, сессии, раз, два, две из трех, которые уже прошли, были онлайн. Зачеты выставлялись онлайн, экзамены сдавались онлайн, курсовые принимались онлайн. Все это было дистанционно. И теперь, чтобы меня допустили, мне нужно проставить все оценки и все подписи. К счастью, у меня стоит больше половины. У меня не стоят только некоторые языковые подписи, итальянский, английский. У меня не стоят пары подписей кафедры прикладного анализа, как раз-таки, и кафедры дипломатии. В остальном, вроде, более-менее неплохо. Это все можно сделать, придя к заведующему кафедрой и, в принципе, проставить его лосной, сильной рукой. И все, вопрос решится. Вопрос в другом. Это нужно выделить время, это нужно поехать, это нужно с этим разобраться. И я не понимаю, почему, имея личный кабинет, мы все еще не перешли на электронные зачетки. У нас в МГИМО последние три года с моего четвертого курса электронный личный кабинет, в котором все настолько супер-пупер классно и удобно, что я готова была расцеловать администрацию за то, что они это ввели и придумали. Там есть переход к онлайн-библиотеке, там есть переход к разным ресурсам иностранным, там можно посмотреть свои успеваемости, там кое-как косо работает расписание, там, правда, какие-то есть вещи, которые работают очень странно. В общем, там, в принципе, есть очень много плюшек удобных, которые нужны студенту, которыми я пользовалась все три года после введения личного кабинета в качестве такой вот обязательной фичи нашей студенческой жизни. И я не понимаю, почему, имея вот эту вот успеваемость в личном кабинете, мне нужно идти и проставлять это все дело в зачетку, учитывая то, что я недавно брала свой табель об оценках. И вот я хочу узнать, можно ли просто прийти с этим табелем, который заверен официально заместителем декана. Я не понимаю, пожалуйста, господи, Министерство цифровизации или как оно, цифрового развития, кто-нибудь услышите? Пожалуйста, переведите вузы, у которых есть возможность и есть ресурсы на электронные зачетки. Это невозможно. Вся эта документация, вся эта бюрократическая волокита с бумажками от нее тошнит не только студентов, от нее тошнит еще и администрацию вуза. Представите, деканаты, я представляю, сколько им нужно просто записывать, подписывать, печатать, сканировать, отправлять туда-сюда. Это никому неудобно. Абсолютно. Пожалуйста, придумайте что-нибудь с этим. В общем, все. Мое горение закончилось. На этом я с вами прощаюсь. И прощаюсь, наверное, во всем этом видео. Пойду, попишу немножко диплома и буду отдыхать, чтобы завтра огурчиком встать на работу и прийти туда к десяти и жить вот эту прекрасную взрослую жизнь ответственную. Я очень рада, что вы все еще продолжаете меня смотреть, несмотря на шквал абсолютно диких комментариев в прошлом видео. Я поняла, что человеческая психика так устроена, что она обращает внимание на плохое больше, чем на хорошее. И тот факт, что очень много людей выразили мне поддержку и просто хорошие слова написали и лайки поставили и так далее, меня не так впечатлил, как те семь или восемь комментариев, которые просто меня говном палили. Это нормально, я учусь жить с этим. Все мы люди, все мы учимся. Вот, так что спасибо вам. Приходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я сижу периодически. Я публикую туда всякие подборки, которые мне нравятся, какую-то информацию о своей жизни, какие-то рекомендации. Ну, в общем, стараюсь как-то более его лайфстайл вести, но все-таки пока не получается перевести его в формат инстаграма. Ну, я стараюсь. Я там просто большую часть времени провожу, плюс там будут всякие анонсы, если вам все еще интересны мои образовательные продукты, которые я буду запускать, скорее всего, уже после мая, в начале июня и в очень ограниченном объеме, потому что я поняла, что я не вывожу. Я не вывожу, в принципе, жизнь. А вот если я буду в полную меру делать все, чем я хочу заниматься и что я планирую, я просто с ума сойду. Ну, а в любом случае, живем. Так что вот, спасибо вам за поддержку, спасибо, что вы со мной, обнимаю вас, целую и увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока.